МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час новин столичной в области на нашем канале. Витаю вас у студии Рына Смольская и Галуна о выпуску. Почуть проблему. Старшин Амин Аблаканкама провел прием грамадян у Любанском районе. Дмитрий Борисович сказал, что таким людям, как мы, нужно помогать. Одиноким предоставляется до помога. Морозная зима примусила социальных работников, что Дену наведываться у отдаленной вёски. Работаем над тем, чтобы у всех были дрова, вода, медикаменты. Каб зима была тёплой, репортаж Татьяны Криштофович. Творчая гостёня от центра Ромёнствау открылся в Дорезинском районе. Мы будем створать выставочные работы, сувенирную продукцию будем робить. Больше за 140 национальных назиральников аккредитованы у Минской области на выборах депутатов Мяствовых Советов 27-го искликания. Своих представников уже накировали громадские объединения. Утым лику Беларусь, БРСМ, Беларуський Союз Жанчин, громадские объединения ветеранов. А кроме того, аккредитованы назиральники шляхом подачи заяв. Политичные партии так само могут накировывать своих представников. У лику тех, кто уже скрыстался этим правом – Коммунистичная партия Беларуси. Дарыч, у нашей краине створен институт обовязковой аккредитации для национальных назиральников. Гэта нового вядзения датычатся и селетней выборчей кампании. Власти есть старшиня Минаблаваканка Мася Мюншапира сустрелся в Жахарабе Любанщины. До губернатора со своими проблемами звернулися больше, как 10 человек. У топлистей на болелых пытанию традиционно жильевые. Правда, больше из них могут быть выражены на мясцовом узроне. Были наракани на опрацу коммунальных службов. Сто с пытанием избирался и у предприимальников. Але и гэтые пытания были изняты тут же. Юраджинцы Любанщины звернулися до Семёна Шапиры с культурной пропановой. Потримать музычный патриотичный молодежный проект, просвеченный 70-ти годзю вызволений Беларуси от немецко-фашистских захопников. Губернатор идею принял с энтузиазмом и дал отповедное доручение Управлению культуры. Мы эту работу по районам организуем. Но там будут участвовать, мы дадим право всем. Потом проведем конкурс, определим лучшим, сделаем какой-нибудь, пригласим, потом лучшие номера, послушаем. Потом проверим культуры, такое поручение. Мы такое поручение дадим людям, это отдушина. Это правильно всё. И эти две копейки, что мы для вас найдём, поверьте, у нас им есть. Хочется, чтобы молодые люди, творческие, в том числе и профессиональные артисты, исполняли песни. Тем самым пройдёт популяризация нашей белорусской песни и белорусских авторов. Семён Борисович сказал, что таким людям, как мы, нужно помогать. Поэтому я надеюсь, что помощь будет. Я уверена, что помощь будет. И то, что акция эта должна осуществиться, она осуществится. Вызначены основные организационные мероприемства Совета по демографичной безпеце Минской области на этот год. Во всех районах будут спрацовать комиссии, которые проведут огляды с упрость пожарного стану жилья. Так само активизуют деятельность мобильной группы по выявлению порушения законодавства об охове працы. В первой половине года они проведут мониторинг, просвечены темы безопасности в организациях промысловости. Особливую увагу звернуть на профилактику детячего травматизму. Багаты будет год и на разностайные конкурсы. В области выберут лепшую шмадетную семью, зладят мероприемства до дня женщины и дня матери. Пропрацуются с молодыми людьми, которые берут шлюб. До инших тем экологичный конкурс стартовал на Минщине. Удельничать им могут райвы конкамы, медицинские установы, громадские организации, которые находятся на территории центральных регионов. Им пропонувают реализовать проекты по обыходжению за доходами. Организаторы конкурсу различивают, что удельники будут ожитивлять такие мероприемства, как укоронение системы особного сбора сметча, компостование, проведение информационной працы с насельницей. Проекты повинны быть реализованы с красавика по кастричник этого года. Для удела у конкурса потребно проставить заявку до конца месяца. Проводится и он при финансовой потребции Европейского Союза. До надзвычайных здарый дня на пожары в Воложинском районе загинен пенсионер. Дым зауважила социальный работник. Дом горы открытым полом, агонь пошкодил помешкание. Супрацовники МНС нашли уже неживого пожилого мужчину. Причина узгорания высветляется. Минское областное отделение МНС занепокоено ростом гибели людей на пожарах. Воротовальники Яшширас закликают жухару столичных регионов. Остерожно обыходятся за гнём. Одиноким предоставляется допомога. Морозная зима премусила социальных работников, что дённо наведываться у отдаленной вёски. У Барызинском районе колят тысячи одиноких пенсионеров. Живут яны у большинства на вёсцы. Зима для состарылых людей перетворается усоправную проблему. Треба и воды с колодежа набрать, и протопить печь, и наведуться у краму. Обовязка ухопает, только сил часто уже нема. Тому клопот про таких одиноких пенсионеров, у самых складанных для их час года, дары на себе социальная служба. Как зима была тёплой, репортаж Татьяна Крыштофович. Отдаленная вёска Крупа, сдаётся, сгубилась и на карте в области. Находится и она на перекрыжевании трёх районов. Мясцовых жихаров мало больше. Людно становится летом, коли заезжаются дачники. А лишь коренных жихаров никто не покидает одних со своими проблемами. Дорога почищена, а у Талавка проезжает по графику. Урач по необходности. Контролюет житё пенсионеру социальный работник. Работаем над тем, чтобы у всех были дрова, вода, медикаменты, продукты. И социальные работники посещают при необходимости каждый день, если надо, в выходные. Социальным работникам приходится и за 5, и за 6 километров добираться до своих подопечных. Социальный работник до Леонида Петровича проезжает неколько разов на тыдень. Сочи за парадком, забеспечивая дровами и водою. Краница за 150 метров. Ноги у Леонида Петровича болят с тому зимою. Эту отлегность ему не сдужить. Когда у человека, старого человека здоровье ослабляется, то ему постоянно нужна помощь. Поэтому нам требуется хоть такой работник, который мог обеспечить нас первой необходимостью. Сил-то не хватает у них. Поэтому есть и которые вообще двигаться, очень плохо двигаются. А дровотня, допустим, далеко. Дров принести они сами не могут. А дети далеко тоже живут. А как же просишь их? Нет, все время с ними. Варвара Владимировна уже некольких год живет одна, самостоинно ведет господарку. И только при великой необходности звертается за допомогой до чужих людей. Социальный работник Александра Юльяновна сдается за 3 годы для Варвары Владимировны стала родным человеком. Проходит часто и не только по просьбе пенсионерки. Морозы постоянно потребляла тепло, приносила продукты и леки. Летом велосипед, а сейчас на пешком. И вот отсюда, и до той колюжи, это где-то около 2 километров надо. Вот такие морозы, ветры были. Ну и идешь, потому что каждый ждет своего дня и каждой помощь. И допомогу окажет, порадует Дасть и прокинется с лоцом. Социальный работник часом отдушина для пенсионеров. При всем при том, что помогают рабочие, так же и общение нужно, понимаете. Это же вот одна сижу, но тут дочка далеко, но она инвалид, тоже приходит. Вот так я им очень благодарна. У Березинским районе сегодня живет коля тысяча одиноких сталых людей. Значная частка на везце. И чверть у отдаленных населенных пунктах. Але усеяны догрежены. У районе працуют дом социальных послуг для одиноких людей сталого взрослого. У холоды тут готовы дать притулок кожному. Татьяна Криштофовича Юрий Никитюк, Миншина. Творчая гостюня. Центр роменства открылся у Березинским районе. Тут будут адраджать забытые традиции. Технику декупажа, разбу по древу, вышивание, плетение, поясо, вытянанку. На Березинщине свыше 100 заслуженных маэстро. И они захваты и передадут свой опыт детям. У перспективы у центра будут сладиться суместные выставы сувенирной продукции. Мы будем створать выставочные работы, сувенирную продукцию будем робить маэстро. Будем вучить тех, кто займается с детьми по декоративно-прикладному мастерству. Будем удельничать у районных, городских, областных и республиканских святок. Будем представлять нашу декоративно-прикладную творчесть. И это все, про что мы поспеваем рассказать вам сегодня. До встречи и заставайтесь на нашем канале.